Всем привет! Вы смотрите Огненное ТВ. Сегодня я хочу попробовать сделать бронированное стекло из тех материалов, которые можно купить в обычных не специализированных магазинах. Я буду использовать обычное оконное стекло, эпоксидку, которую используют в наливных полах, и лист поликарбоната. Обычно он продается там же, где продаются материалы для теплиц, заводы, которые производят сотовый поликарбонат, а они же производят и монолитный поликарбонат, вот он-то нам и понадобится. Поликарбонат очень похож на обычное оргстекло, но он более тягучий, он не склонен к растрескиванию и просто так надрезать и сломать не получится, нужно только пилить. Ааа, пилить циркуляркой левой рукой, ой, одно удовольствие. Также поликарбонат достаточно устойчив к царапинам, поэтому если берете себя защитные очки, то обращайте внимание на то из чего они сделаны. Очки из поликарбоната очень сложно поцарапать и они сохранят свою прозрачность долгое время. Склеивать стекло с поликарбонатом я буду с помощью эпоксидки и чтоб не испачкать мой чистейший стол я заматываю его в пленку. Эпоксидку использую ту, которую использовал ранее для рисования 3д картины. Если не смотрели то видео, то очень рекомендую посмотреть. В конце сделаю на него ссылку, если не забуду конечно. Чтобы склеить стекло с пластиком, нужно заливать много смолы. Так, чтобы избыток вытекал по сторонам. Первый раз я не подрасчитал, но потом добавил еще смолы и кое-как приклеил. Да, кстати, я собираюсь склеить три бронированных стеклопакета. Двухслойный, то есть одно стекло и один лист поликарбоната, четырехслойный и шестислойный, в которых слои стекла и поликарбоната чередуются. Немного потренировавшись у меня даже стало хорошо получаться и последние слои пакетов склеивались уже почти без пузырей. Слои, кстати, очень заметно уплывают, пока не загустела смола, поэтому приходилось их фиксировать кусками скотча. Ну, стеклышки готовы, я все по краям почистил, срезал лишнюю эпоксидку. Так, вот как это выглядит. Двухслойный бронированный стеклопакет. Тут, конечно, у меня получились пузырьки, наверное, будет на камеру видно. Вот, это была самая первая попытка, тут я не совсем понимал, как это надо правильно склеивать, потом разобрался и даже вот это стекло вообще получилось практически без пузырей. Только на первом слое такие самые большие пузыри, а дальше вообще почти без пузырей. Как заводское практически, кстати, посмотрите, оно и выглядит почти как заводское. Такой же зеленый цвет и преломление. Примерно вот такие стекла стоят во всяких бронированных автомобилях. В принципе, бронестекло от этого стекла отличает только, наверное, то, что стекла закаленные. Но закаленные стекла это только половина дела. Очень важная штука это поликарбонат. Наверное, из всех этих образцов будет самый интересный все-таки вот этот, самый тоненький, потому что его можно применить в жизни. Вот этот слой поликарбоната можно достаточно легко наклеить с обратной стороны стеклопакета и защитить окна в каком-нибудь загородном доме, чтобы немножечко обезопасить свое жилище. Перед тем, как тестировать вот эти стекла, я хочу вам продемонстрировать, на что же способен сам по себе просто поликарбонат. Вот сейчас я отрежу небольшой кусочек и попытаюсь пострелять в него из пневматики. 4 миллиметра поликарбоната. Как думаете, прострелит пневматическая винтовка или нет? Напишите свои варианты в комментариях, потом будет интересно сравнить. Я закрепил небольшой кусок поликарбоната в этих тисках и буду сейчас стрелять из пневматики. Буду использовать самые легкие пули, которые у меня есть, а потом если они не пробьют, то буду использовать самые тяжелые, которые у меня есть. Самые легкие это 0,29 грамма и самые тяжелые это 0,96 грамма. Практически грамм. Если они не пробьют, то они конечно же отскочат, поэтому я использую защитные очки. А также я буду немножко стоять под углом, чтобы если отрикошетить, то летело куда-нибудь в сторону. Ну как предполагалось, ничего она не пробила, только вмятина. И я честно говоря в шоке от этого материала, потому что эта винтовка дырявит ведра, а эту штуку пробить не может. Пуля весом в 0,29 грамм отлетает от поликарбоната, как от бетонной стены. Попробуем пулю весом в 0,96 грамм. То есть в 1 грамм, так ее и назовем. Граммовая пуля. Отцелюсь я примерно вниз листа, чтобы как можно меньше... Эй, похер. Я где-то там сзади услышал ее. Что самое интересное, так это то, что от граммовой пули отпечаток остается гораздо меньше, чем от более легкой пули. Видимо скорость здесь имеет приоритетное значение. Кстати, легкая пуля летит со скоростью 220 метров в секунду, а тяжелая со скоростью 178 метров в секунду. Но при этом дульная энергия получается примерно в 2 раза больше. Ну а теперь проверим оконное стекло на пуле стойкости. Сразу возьму граммовую пулю. Я надеюсь, что получится небольшое отверстие, хотя может и весь лист разлетится. Ого, вот это результат. Ну-ка. Неужели с этими пулями что-то не то? Да уж. Шестимиллиметровое стекло не так уж и легко прострелить. Попробую пулю в два раза легче. 0,52 грамма. Может она как-то за счет большей скорости. Вот так вот. Больше скорость, больше пробивная сила. Хотя пуля и в два раза легче. Ну отверстие вон неплохое получилось. Посмотрите на это отверстие и что вы тут видите. Лично я везу очень важную информацию. За счет того, что стекло скалывается, образуя большое количество осколков, оно перераспределяет энергию пули на большую площадь. И следующий слой за этим стеклом было бы гораздо сложнее пробить. Ну что ж, вот и пришло время испытаний. И я собрал свою огромную царь-пушку со стволом длиной 8 метров. Это страшная смесь мощного компрессора от холодильника, вакуумного насоса, баллона из-под пропана и электромагнитного клапана, без которого эта система в принципе не будет работать так как нужно. Такие большие электромагнитные клапаны очень сложно найти в свободной продаже. Обычно они продаются только юридическим лицам, но я все-таки его раздобыл. Начнем проверять мое самодельное бронированное стекло на предмет попадания оболоченной пистолетной пули. Эта пуля от патрона 919, она чуть-чуть тяжелее чем пуля пистолета Макарова. Пуля пистолета Макарова должна лететь со скоростью в 315 метров в секунду и при этой скорости она будет иметь энергию в 300 джоулей. Эта пуля должна лететь со скоростью в 280 метров в секунду и при этой скорости она тоже будет иметь энергию в 300 джоулей. То есть по сути не имеет значения откуда будет выпущена эта пуля из пистолета или из пневматического моего жуткого устройства. Главное чтобы она летела с нужной скоростью и имела нужную энергию. Я провел целый ряд испытаний и подобрал нужное давление при котором эта пуля должна теоретически лететь с той самой скоростью. Ну что ж, я думаю можно приступать. Во время предварительных испытаний вместо этих пуль я использовал равный вес картечи, так как она гораздо дешевле. Отмерял по семь с половиной грамм свинца. Чтобы разогнать пулю в стволе потребуется пыш сделанный из полистирола. Для того чтобы закрепить бронестекло вертикально я соорудил что-то похожее на иллюминатор. Это сооружение будет давать опору стеклу по всему периметру. Примерно так же как если бы оно было вставлено в оконную раму. Для безопасности я надену шлем пожарного. Он кстати тоже сделан из поликарбоната и лицевой щиток и сама каска тоже. Так что голова будет точно в безопасности. Пуск буду производить дистанционно с помощью пульта у которого есть ключ безопасности. Если его вынуть то можно хоть танцевать по пульту, а кнопки все равно не сработают. Техника безопасности очень важна. Мой хронограф стал как-то часто показывать ошибки при измерении скорости крупных объектов, поэтому скорость мы не увидели. Зато можем посмотреть как отлетает пуля от разбившегося стекла не пробив его насквозь. Тут же видно что пыш разлетелся на части. Видимо пролет нескольких объектов и вызвал ошибку из-за которой мы не увидели скорость пули. Стеклопакет расслоился, стекло полностью отклеилось от поликарбоната, но самое интересное то, что лист поликарбоната не получил ни малейшей вмятины. Я нашел пулю и посмотрите как она смялась, она попала немного боком. Кстати вот так выглядит точно такая же пуля из патрона 919, но выпущенная из настоящего ствола с дульной энергией в 450 джоулей. Глядя на нее можно предположить что у нашей пули 200 джоулей точно было. Ну что, попытка номер два. Очень громко, ой-ой-ой как громко. Ну-ка, опять ошибка. Зато хотя бы на компе сработало. Ну-ка, сколько это получилось? 238. О, вмятина, получилось, все-таки получилось. Ну-ка. Да. О, и пуля прямо здесь же. Выглядит примерно точно так же как и предыдущая. В этот раз пыш вместе с пулей прилетели одновременно, но так как стекло уже отслоилось и висело в сантиметре от поликарбоната, то поликарбонат получил боевое ранение, хотя все равно остановил пулю. 238 метров в секунду при весе в 7,5 грамм это 212 джоулей. Если учитывать что пуля имеет сплошную оболочку, то это достаточно серьезное испытание для бронестекла. Сравните на вид две пули после первой и попытки, они практически одинаковые. Посмотрите как красиво кувыркается мой хронограф. В таких условиях я бы и сам отказывался работать и показывал бы результаты через раз. Это был третий выстрел. Так как стекло полностью осыпалось, то стрелял я по незащищенному поликарбонату. Если кто-то говорит что поликарбонат сам по себе является пуленепробиваемым, то это не совсем так. Пуля прошла через него на вылет и посмотрите внимательно вот сюда. Тут появляется небольшая темная точка. Что бы это могло быть? Ой да это же пуля, она прошла через лист ламинированного ДСП толщиной в 18 миллиметров и почти прошла насквозь второй лист. И когда я выковырял, оказалось что она даже не помялась. Ну что ж я отстрелял первое стекло и конечно к сожалению не всегда получилось снять показания хронографа. Когда я пристреливался, листы ДСП стояли дальше и потоки воздуха не возвращались назад и не сдували все что встречается на их пути. Все три выстрела делались при одинаковом давлении и по-моему получилось только у одного снять показания 238 метров в секунду. Это больше 200 джоулей. Два остальных выстрела должны были получиться либо такими же, либо все-таки сильнее. Потому что когда я пристреливался у меня получалось достигнуть при том же давлении энергию в 300 джоулей в 283 метра в секунду. Теперь я возьму следующее стекло, у которого четыре слоя, два стекла и два поликарбоната. Заряжу самую тяжелую пулю для 12 калибра, накачаю баллон по полной, отодвину ствол подальше, чтобы хронограф не сдуло и попытаюсь выстрелить и измерить скорость пули. Попытка будет только одна, поэтому надо постараться все сделать очень четко. Самая тяжелая или не самая тяжелая не знаю, но лично у меня это самая тяжелая пуля. Итак, на счет три. Раз, два, три. Вот это мощно было. Вот это реально мощно. Ну и конечно же он ничего не показал, по-любому. Да. Ё-моё. Вмочило знатно конечно, стекло покрошило в пыль. В момент касания пули с поверхностью стекла произошла небольшая вспышка. Кто-нибудь знает, что это вообще такое? Напишите свои мысли в комментариях. А вот тут летит пуля, превратившаяся в лепешку. Спереди стеклопакет выглядит слегка потрепанным, а с обратной стороны ему вынесло огромный кусок поликарбоната и раскрошило предпоследний слой стекла. При этом один внутренний слой поликарбоната остался нетронутым, он даже не помят. За стеклопакетом нет ни одного крупного осколка стекла. Все осколки стекла выглядят как песок и мелкие крупинки. Это значит, что такой стеклопакет не только остановил пулю, но и не образовал опасных осколков. Вот это вот результатик, конечно. Это вообще класс! Вот входное, а вот выходное. Но не отверстие, потому что стеклопакетик-то не пробит, он все-таки остановил пулю. К сожалению, этот приборчик меня подвел сегодня. Либо он уже свое отслужил, либо он слишком много летал. В общем, чувствую, надо искать ему замену. Но, судя по предыдущим экспериментам, когда я запускал пули примерно такого же веса из этой пушки, на максимальных ее возможностях летели они со скоростью примерно в 200 метров в секунду. Ну и, глядя на эту лепешку, можно очень даже в это поверить. Пуля отдала всю свою энергию и упала где-то на расстоянии в полметра от стекла. Вот так вот. Самое интересное, что я думал, куда же делся вот этот вот внешний кусочек поликарбоната. Я его все-таки потом нашел. Он отлетел. Вот тут он был. Он не раскололся. Одним цельным, не опасным куском вылетел. И за этим стеклопакетом на полу лежали только мелкие, похожие на пыль, осколки. Ни одного крупного осколка не было. То есть ни одного опасного осколка. И это очень крутой результат, при том, что использовались обычные оконные стекла. На вид выглядит как настоящий бронированный стеклопакет. В общем, сегодня у меня не получилось его прострелить. Моих мощностей не хватило. Поэтому пытаться прострелить следующий стеклопакет из шести слоев просто бессмысленно. Поэтому я думаю оставить его на потом и затащить на какой-нибудь полигон. И хорошенечко по нему вдарить. Посмотреть, выдержит ли он пулю из настоящего 12-го калибра. Ну что ж, вы просили самодельные композитные бронематериалы. Я вот за них взялся. Конечно, в идеале нужно было бы заменить эпоксидку каким-нибудь двухсторонним скотчем. Типа как обычный скотч, но только липкий с двух сторон. Чтобы он был прозрачный и сохранял свою липкость постоянно. Потому что эпоксидка, когда застыла, она уже не так хорошо держится ни на стекле, ни на пластике. Все-таки это была небольшая ошибка. Но, несмотря на это, вот этот стеклопакет сохраняет свою целостность. Хотя в нем цел только один слой. Один слой поликарбоната. Остальные три слоя разрушены. Кажется, я видел где-то такой скотч. И прозрачный, и двухсторонний. Надо будет поискать. Попробовать еще разочек проверить. А, вместо стекла, кстати, для самодельной брони можно попробовать использовать керамогранит. Керамогранит. Ой, а в него вообще пули разлетаются просто в щепки. Ну что ж, я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Жаль, конечно, что не получилось измерить скорость летящих снарядов. Ну, ничего, в будущем исправимся. В общем, не забывайте ставить лайки. Это очень помогает развитию канала. Подписывайтесь на Огненное ТВ и снова жду вас на моем канале. До новых встреч. Пока.